всем buenos dias друзья мои вот свершилось наконец начинается съемки lords of the file in fallen fallen для всех знатоков всех языков на свете которые вечно меня поправляют я готов блин на 50 языках прочитать только дайте запишу открою google переводчик значит я до последнего не хотел играю покупать эту игру потому что довольно стрёмно покупать игры у разработчика на совести которого есть такие шедевры как enemy front тот самый польский шутер про вторую мировую войну который был обосранной в первом взгляде где-то с полгода назад на первом канале но тот самый шутер где можно прятать трупы а если их не прятать то трупы прячутся сами растворяясь в воздухе секунд через десять ну такая божественная продуманная игра и вот сидя этой игрой значит как многие уже знают как многие говорят а этот разработчик решил бросить вызов серии dark souls интересно в каком плане он не решил бросить вызов не уж то в сложности надеюсь что нет потому что грань сложности у dark souls самая такая знаете золотая серединка вторую часть даже попроще сделали потому что в первую часть многие играть не смогли бросили в самом начале поэтому лишь бы этот польский разработчик не перегнул ну так вот я ждал долго выхода пиратки не дождался потому что эти крякеры дрочат там откровенно уже второй день пришлось залить свой карман а в моем кармане редко что-то бывает кроме моих же яиц которые почувствую через дырку которых который уже протер так что я надеюсь что эта игра меня не разочарует потому что противном случае меня ночью задушит моя жаба и не знаю я покончу с собой так а значит новая игра надо быстрее торопиться потому что потому что я и так отстаю надо наверстывать значит выбор типа магии хочу типа магии выбирать я хочу типа воином играть я люблю большие красивые доспехи как все мальчики молитва блять все мы знаем силу молитвы какой-то у них у всех молитва то есть не получится да таран мощный разряд энергии в какой момент я выбрал мага я не понимаю я хочу играть воином как бы перенос харкин отправляется в измерение теней любая атака будет обладать сокрушительной силой но вернет его обратно укол мим магический заряд что защитная оболочка оцепенение караука за около ответ на атаки противника глушается это хорошо а этот хрен с кастетом таран мощный этот энергии который может лишить противника равнобесия сотрясатель основ надежный союзник который всегда готов все эти разрушения на поле брать надежный союзник это хорошо я пожалуй остановлюсь на красном а вот он выбор класс сначала выбрали магию а теперь выбор класса а выбор снарит снаряжение выбор простите это рпг или что я думал что мы снаряжение все будем находить в сундуках магазине ну разбойник со своим кожаным доспехами точно идет задницу это кто такой этот набор был изготовлен монахами воинами с севера для собственных нужд благодаря балансу между прочностью и подвижностью а также мощному тупому оружию и качественному щиту это отличный выбор для тех кому нужна универсальная экипировка стандартное снаряжение завербованных в армию амнистированных зэков стальные латы отлично защищают бойца но увы за счет подвижности в набор входит чей-то специальный меч я согласен быть монахом я не хочу быть амнистированным зэком в голимой броне никогда ни в какой армии мира зэков хорошо не вооружали поэтому кому они тут втирают что в набор входит хороший меч драчуны не брезгуют никакой порнухой потасовкой либо ввязываясь первый по вашей собой либо провоцирует кого-то хорошо прекрасно дайте мне уже начать что-то здесь начало игры как на веру интернайтс очень долго подсказка сильные атаки требует больше времени расходует больше энергии но также наносит больший урон подсказки то просто от капитана очевидности я то думал сюжет что сильные атаки это быстрые резкие просто и просто херач спами спами на одну кнопку некоторые бойцы предпочитает укрываться щитом прочие зовут их черепахами или трусами но все согласны что осторожный воин в бою продержится дольше чтобы поднять щит нажмите удержите левую кнопку хорошо собственно подскажите лучше мне знаете какую подсказку когда начнется эта игра в левом верхнем углу смотрите значок эмблемка фильма звонок вот это вот светящееся кольцо колодца заставка нереально долгая загрузка вернее видимо эта игра сейчас просто разорвет мой компьютер своей своим своими красивостями и эффектностью ночь ночи негры я угадал не прошло и полгода как загрузился мультик ну надо же идет какой-то чел из варкрафта с молотом паладин по моему да там или зевс я просто неизвернутый бог создатель и разрушитель миров услышь мою клятву наблюдаю за схваткой поэтому просто восхищаюсь у него какие-то доспехи огромные вообще щитик маленький а теперь он становится он берет кувалду услышь мою клятву клянусь презирать тебя целую вечность я обоссу все твои иконы я насру на твой алтарь ты как он умеет здесь есть букмекеры какие ставки на людей какие ставки на этого у них ринася такой взрывище главное и хоть бы хрен этого монстра у него даже ногти блять не оторвались ведь ну ладно пусть будет ничья эпичность этой заставки вижу ты меня понимаешь когда вынимаешь ну чё-нибудь тут уже это я да я заинтригован давно уже теперь давайте поиграем замковый камень горы божьи десницы иные времена иные битвы почти также загадочно как давным-давно в далекой-далекой галактике опять какие-то звуки еще неплохо бы под эти звуки видео подставить нет монастырь прямо перед нами интересно там еще кто-то есть любом случае нас наш поиск ананаса скоро завершится а антонаса не давайте ананаса лучше надеюсь он стоит всех отданных за него по пути жертв срана у него татуировка даже майк тайсон не так дерзок а у майка тайсона есть татуировка на лице и слышите она лагает просто как божий высер я не понимаю блять игра еще не началась зато лаги уже начались тупля чушь и залив толстой пришел их слишком тихо даже для монастыря осторожно погоди ты пять минут час запоет и никма и будет все нормально я же представляю что в монастыре всегда звучит что-то типа нигма аминал заклинание прям как у гарри поттера когда тут под теребонькой под одеялом пытался и свечку не мог дожить вот они наши враги огненные демоны мать его надо же как оригинально потеку просто азы сражаться блять с кем с рогерами не так-то просто чтобы как блять не так-то просто это первый моб вообще в игре он должен быть просто его вообще одним ударом убить должен чтобы усвоить основы подойдите грабителю грабителю или крого ру при помощи левого стика подсказка если сейчас вам помощь не нужна нажмите б нет не нужна помощь о боже ходьба блять просто анимация в как в готике во второй как в ризане третьем самое важное в бою концентрация внимания чтобы сосредоточиться на противнике и нацельте на него свою камеру нажать правый стик лб щит это я понял рб это ближняя атака я тоже понял почему так медленно уклонение отличный прием но важно угадать со временем его применение наклоните левый стик любую сторону влево или вправо и удержите затем нажмите эй хочу тут угадывать это же перекат он вообще 98 процентная контрацепция от ударов ха сильные удары выполняют так же как быстро и только требует больше времени нажмите рт короче я все понял а вы можете провести серия следующую сильную атаку при помощи рт давайте ничего опасного нет грабитель не успеет оправиться интересно это разработчик придет потереть мою попку вечером если я сам не смогу что за нахер обучение такое в dark souls и никто ничему не учил вот ты вот враг бейся второй важный момент в бою организованы блять идите нахуй я чё блять в армию пришел что за организованность хуёванность вы блять по делу можете что вот есть удар щитом я его сам нашел то что блять пока дрочное обучение до него дойдет меня нахуй же волосы на яйца посидеют наверно говорить блять давай поговорим мы же наверно не наговорились когда блять по снегу шли нахуй трое суток заперто вызов dark souls у в этой игре есть диалоги а у dark souls а нету ха ха блять лохи у тебя кровь идет вина срать блять на его месячные как же нам найти ананаса не знаю выжившие есть блять тут одни трупы что за тупые вопросы как открыть дверь да у тебя молот в руках здоровый господи почему тут все так тот кого мы ищем я забыл как его зовут как нам найти он же предводитель всего человечества найдем его охрану найдем его они сталина ищут что предводитель всего чё а ленин предводитель всего человечества блин а все я не хочу с ним больше говорить но нельзя выйти отлично у тебя идет кровь к слоу тебе нужны тампоны я не затем тебя из тюрьмы вытаскивал чтоб ты тут на мою месячный любовался я не затем а тут и повтор повтор смотрите если не успели прочитать вот там его зовут косло косло активно косплейт иисуса у него есть посох борода патлы усы умирать нельзя да пусть он сдохнет господи мы пришли долгий путь не за тем чтоб ты тут склеил свои ласты мне уже приходилось такими ранами заниматься приступлю к ней когда мы пройдем внутрь блять и как нам открыть эту дверь это просто первая дверь моей жизни которую я вижу блять попробуй нажать на ручку лысый хрен конечно каким-то рычагом прыжок тут есть можно взять оружие в две руки магический осколок а как хилку юзать надеюсь это еще этому еще меня научат а и перекат хорошо причем перед блин вот когда уже все все разработчики мира договорятся делать на одну кнопку все управление прыжка нету да хорошо мне нужен рычаг чтобы открыть эту адскую дверь да хорошо как насчет вот этого рычага смотрите он сейчас реально заперт хорошо рычаг где бы он здесь мог быть здесь не особо большая комната чтобы я не мог не заметить рычага если бы он здесь был графика хорошая в игре конечно но как то все очень так знаете вязка как-то всему тут он медленно ходит а это прощальная записка каких-то видимо защитников говеной твердыни это как огонь и смерть на твою носу один из тех, которые мы боремся спала на нас О, о. Селсом. Мало, блядь, диалогов в вашей игре. Драка, конечно, пока что крайне примитивная, да? В Дарк Соусе даже первые скелеты вас бы не простили, если бы вы решили их заспамить ударом. Но здесь, пожалуйста, знай себе мочи. Не стоит избегать лишнего шума. Пошел, жопа, получи щитом. Смотрите, он стоит, ничего не делает. Смотрите, ему похеру. А между тем, я что-то не видел выбора сложности в этой игре. Мало ему, как в Дарк Соусе, сложности одна на всех. Одна на всех, мы за ценой не поставим. О, вот сейчас он почти опередил меня. Я так понимаю, что удар щитом сбивает атаку этим существам. Слушайте, этот молот, видимо, чертовски тяжелый, потому что он еле-еле машет. А, погодите, я только что нашел ускорение. Надо вдавливать левый стик. То есть разработчик позаботился о том, чтобы я к концу игры пошел и купил себе еще и новый джойстик. Ну что, стик для меня вещь такая хрупкая. Один джойстик я уже сломал, когда играл в футбол. Хотя, возможно, это дело не в управлении, а в том, что я ебанул его об стол пару раз. Вот, смотрите, да, удар щитом сбивает атаку. Но и при том, что здесь все так чертовски медленно, реагировать на его атаку не так уж и сложно. Видите, я просто его одним ударом замесил. Класс, надо было магом играть. Может, маги в этой игре послабее. А, взять. Мог бы и побыстрее с пола собирать свои вещи. А какой-то мертвый рыцарь в классных доспехах. Доспехи у него неплохие. Игра, в общем-то, идет. У меня сейчас на самых-самых-самых ультра настройках, какие у нее только были. И лагают только ебучие заставки, на которые вообще настройки графики и влиять-то не должны. Хм. Очень странно. Странная политика этого раз... Ну, я же говорю. Enemy Front, все дела. Вообще, где-то видно, чтобы в Dark Souls'е или в какой-нибудь Hard Play игре с самого начала давали шикарную броню какую-то, а? А, здесь как в Dark Souls'е комбинация ударных кнопок. Можно прыжок вперед осуществить. Да. А, здесь как в Dark Souls'е. А, пока что как-то все сомнительно очень тут, так сказать... Как-то очень уж простенько и чрезвычайно коридорно. Просто... Судя по всему, что мы только пришли в замок, мы в этом замке, видимо, будем очень долго. А это что за кусок гавна висит? Окаменевшая какашка, блин. Я чувствую это. Я всегда искать помощь здесь, в монастыре. Ну, эти диалоги, будьте любезны, сами почитайте. Мне пока первое время надо и над игрой как бы подумать. Чё тут, как? Одно дело, мультики озвучивать, да как тебе? Возможно, вы захотите что? Что делать с этим говном? Что это такое? Магический осколок, и что? О, нет! Зачем ты его выпил, дебил? Я хрену узнаю, что это такое. Пусть дальше висит, блядь. О! А вот и мой сильный враг. Бум! Я удивлён, как у него после такого удара шлем не прирос к пяткам. Слушайте, а вот этот машет неплохо с ним драться. Просто тот ещё геморрой. Это потому, что, блядь, матросские замахи этого главного героя занимают столько времени. А ведь это быстрый удар, вроде как, да? Во время обучения, мне кажется, так сказали. А вот медленный удар для сравнения, да? Действительно, тот удар был, блядь, быстрый. Я его что, в стену вколотил, что ли, своим молотом? Да, похоже на то. Прибил его. Хорошо стоит, крепко, блядь, его. Наверное, он туда своим рогатым шлемом воткнулся в кирпичи. А, да. Подождите, а может всё-таки кнопка действия... Тут должно... Мне не загорается кнопка действия, но может что-то всё-таки надо сделать с этим куском? Говна. Да. Удары поистине богатырские. Аж, блядь, замок сотрясается. Как бы, да, я подбираю всякий лут, но я не понимаю, что я подбираю. Всякая какая-то... Лобуда, какие-то какахи там коричневые висят. Мне начисляют опыт. И опять логучая заставка. Вандерфул. С тех пор, как в играх научились делать объёмный свет, игры начали просто посраному лагать, на самом деле. Так ли важен этот объёмный свет, чего вас спросить? Потому что, мне кажется, всю видеопамять всегда этот гребанный объёмный свет и эти лучики тумана. Просто, просто всё видео превратилось в гифку какую-то. И это вышел Вильзевул. Он телепортировался прямо в цвету... А, это Саурон. Шлем того какой-то. Реально Сауронский. Он телепортировался в святую церковь. Господи, это ли не доказательство, что Бога даже в играх нет? О-о-о-о-о-о. О, классно, нихрена. Вот это. Вот это удар. У нас с тобой разные весовые категории. Я предлагаю, что... Я полагаю, что нам с тобой делить как бы нечего. Ты не получишь мой пояс. Он для лёгкого веса. А, что-то мне кажется, что этому хрену атаку сбивать бесполезно, да? А ну-ка попробуем. Главный герой застрял у него подмышкой. Это была зона безопасности. Что-то для босса у него урон какой-то смешной. Но количество жизней у него, да, изрядное. При таком-то дамаге, который в состоянии нанести главный герой, сильный удар вообще даже. Вот сейчас. 27 сильный. О, 45 это комбинация. Не успел, не успел. Да, увернуться, хорошо. Мне кажется, здесь у вороты такие читерные, что надо было брать разбойника. Это что, разлетел мой щит или что? Или его шлем? Ну, хорош, блядь, так размахивать даёт. Да, действительно, я лоханулся. Надо было играть брёбанному разбойнику. И хотя бы челом с мечом, господи, блядь. Ну, как он попал? Открытое достижение. Это наверняка смертельно. Нет, слушайте, если главный герой будет так инвалидствовать, всю свою игру. Он просто долгий, блин. Он очень медленный. Это просто невозможно, какой он медленный. Это не может не бесить нормального человека. Понимаете, что это, блядь, раздражает. Он с такими, блядь, с такими замахами должен этого, блядь, босса убить в три удара. Но почему-то он, блядь, не хочет этого делать. Потому что, блядь, полный козёл. Блядь, удар кувалдой. На нахуй, блядь, по башке. Половина здоровья, до свидания, блядь. Прекрасная, прекрасная броня, блядь. Истинный, нахуй, паладин, блядь. Какая-то там... Меня о какой-то магии в начале игры спрашивали, которую почему-то я не вижу здесь. Есть ли какой-то совет, как пробивать ему щит? Как пробивать ему щит? Есть ли совет? Отлично. Я плохо помню, на какую кнопку лечиться надо. На вот этом. Бум. Я просто молот Тора, блядь. Грёбаный мьёйнер. А я, походу, ни хрена не Тор, поэтому этот молот столько весит. Дьявольски просто тяжёлый. Ни хрена невозможно ничего сделать. Не попал. Отлично. А, он... Он взрывает сам свои доспехи, короче. Опять у него подмышкой. В проверенном месте. Ни хрена главный герой не успевает завершить удар и перекатиться, потому что он инвалид поганый. Отлично. Нет, как бы можно закрываться щитом. Наверное. Но выносливости хватит только на то, чтобы закрыться. Нанести удар я потом уже не смогу, вероятно. Первый надзиратель. Мать твою мать, а. Какой же там, блядь, второй будет? Да. Это очень напоминает баунд байфлейм. Делительностью сражения со всякими дерьмовыми боссами. Бум, блядь, два урона. Я понимаю. Знаете, ещё два урона получили. Отлично. Почему-то он включил самонаводку. До этого он прекрасно промахивался по мне. Сейчас он прям за мной чётко повернулся и втащил. Блядь. Да, прекрасно. Ну, то есть, понятно. Концепция ясна. Поворачивался, поворачивался и атака. Господи, как долго. Офигеть. Как-то он ударил меня с той жопой ко мне. Мне кажется, я шептуна заблокировал щиту. Не иначе как. О, боже. Прекрасно. Хорошо. Я понял. Я вас понял. Разбойник в этой игре двигается, как и ожидалось, довольно быстро. Но вы просто посмотрите на этот урон, блядь, который он наносит. Кстати, после того, как противник попал по вам и ошеломил, никакие нахуй перекаты работать не будут. Пиу-пиу, блядь. Семь урона, сука, получи. Мощная атака. Девять урона. Вау. Это значит, что только одно, что щит надо нахуй убирать и играть с двумя ножами. И, блядь, такой же урон наносит. И два ножа. Девять урона. Ой, блядь. Это еще каждого врага неделю ковырять надо, короче, этим разбойникам. Именно поэтому я разбойников и не люблю. И, знаете, я уже подумал, что здесь, как в старой школе, в игре есть золотая середина. То есть есть персонаж, который дамагер, но медленнее. Есть персонаж, который быстрый, но слабо бьет. И есть, конечно же, средненький. И мне показалось, что это меч, рыцарь с мечом. Но посмотрите на этот перекат. Да? Нехерово. Но при этом он очень отлично и быстро машет мечом и наносит хороший урон. Поэтому мой выбор очевиден, что я всегда говорю, в любой мутной, непонятной РПГ всегда играйте самым тяжелым танком. Никогда не прогадайте. Значит, сейчас посмотрим, на что способен этот рыцарь. Обнаружились какие-то добивания, если атаковать противника в спину. А у разбойника почему-то их не было. Я почему-то, ну я пробовал бить в спину, нихрена подобного. Не знаю, почему у меня не получалось. У рыцаря, сами видите, все работает прекрасно. Все прекрасно работает. Он, блядь, тяжелые доспехи, которые мешают ему. Ну, вообще-то этот камень должен активироваться после того, как я побеждил сильного врага. Видимо, это был не сильный враг только что, да? В две руки оружие брать, ну это что-то криминально. Вот, удивительно, что тяжелые доспехи мешают рыцарю делать кувырок, но совершенно не мешают ему быстро размахивать его мечом. Что у него, наплечники ничего не весят, что ли, или что? Не знаю, непонятно. А при этом рыцарю меньше всех дают стартовых аптечек. Разбойнику больше всех. Заперто, блядь. А где же я ключ-то просрал, господи. Ладно, сейчас посмотрим, как с боссом сладит этот крестоносец хренов. Ам, да. Пока после заставочное подвисание было, конечно же, этот хрен нанес мне удар. И началась жаркая битва. Урка у меня нету, так что надеяться на него тоже нет смысла. То есть я вообще не понимаю, как пробивать его щит. Ловить его на контратаке он ли? Но бегает мой герой вокруг врага быстрее, чем кувыркается, поэтому... 15 урона не так плохо за удар. Смотрите, у него уже нету жизни одного отделения. По-моему, это уже рыцарь добился большего успеха, чем этот хрен с молотом за все свое сражение. О, 23. Обалденно. А может удар щитом сбивает с него защиту? Ну, давай. Давайте попробуем. По-моему, я либо не достал, либо что-то не понял. Два урона. Хорошо. Не знаю, влияет ли здесь позитый щит на скорость восстановления энергии. А, влияет. Вот теперь вижу, что влияет. А еще он наносит мне дамаг через мой щит. А еще этот меч, сука, короткий, блядь. И постоянно не достает, нихера. Да-да-да, пошел в жопу. Гений кувырка. Может, удар щитом это парирование такое кривое? Да, драка, блядь, с боссом в этой игре. Геморрой вообще кончен. Здравствуй, щиты непробивайки. Интересно, и далеко он, далеко, далеко он будет за мной? Ха, он даже передумал атаковать. Говорит, да ну нахуй далеко бежать. Ну и на тебе, ёпта. Матерого подсрачника. А, здесь, сука, еще один. С разбега прям так, ух, герой напрыгивает. Я боюсь опускать щит, честно, потому что этому герою без щита защищаться нечем. У него тут переката нет. Есть какой-то вялый-вялый перекатик. Но я хочу попробовать опустить щит, когда поймаю его. Вот сейчас, смотрите. Двуручная атака. Три урона, мать его, прекрасно. Прекрасный показатель демонстрирует. Там боец щитом и мечом. О, 38. А, теперь он щит выкинул. Ох ты, блядь, нихуёво. Ай, танец с саблями. Сейчас я тебя, подожди, санкомпанимирую. Всё, нахуй, надо урубить. Урубить его быстрее к хуяму. Нет! Не достал, отлично. Отлично, это лучшее, блядь, что можно было сделать. Это не достать, не достать до него даже. Тихо, тихо, тихо. Ну всё. Ты покойник, я похилялся. Ай, фаталити. Саурон повержен. Да, это было непросто. Это было, знаете, не то чтобы непросто. Это было заунывно как-то. Он убивается долго. Легко, но долго. Терпение, не начиная терпения не хватать. Вы начинаете лажать по этому. И он вас побеждает. Как вот такой план у него, видимо, на бой. И что, я что-то получил с него? Какую-то энергию? Или что произошло? Первый надзиратель. Угрохан, да. А, так вот и владыки. Это что, один из владык? Говорит главный герой. А, как бы я не случайно ничего не сказал про сюжет игры, потому что я про него, честно, даже читать не стал. Что-то там, вы какой-то избранный, тут какое-то зло, надо зло победить. Бля, все игры про одно и то же. Хрен я тут вычитывать. Развитие персонажа. Опыт, заработанный за победу над врагами, остаётся при вас до тех пор, пока вы не решите его использовать. Ну, или сдохните. Чем больше у вас с собой, тем более ценные дропы остаются от сражённых противников. Ага. Во как, нихерово. Ну, это вспоминаем человечность, накапливаемую из первого Дарк Сулса, да? Но если вы не хотите потерять то, что имеете, используйте в качестве хранилища осколки, сохранение вроде этого. Они предотвращают потери опыта при гибели, но также сбрасывают ваш модификатор дропов. Дропов чего? Чё тут падает-то хоть? Сохранение опыта даёт вам очки характеристик и заклинаний. Удержите ЛТ для конвертации опыта в очки. Бабушкины очки. Заклинаний или ЛТ для получения очков характеристик. ЛТ, конечно. Если не хорошо. ЛТ. 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 ЛТ, я ж, блядь, нажимаю ЛТ, сука. Прошусь отказаться нахрен от... Удерживать РТ. Чего РТ? А, вложить опыт. Вот он где. Сила богатырская. Харкин. Ну как бы давай вложим опыт. А, о как. Очки. Сила живучая. Силушку богатырскую прокачаем. Мифология. Больные. Они во мне. Оно во мне. Оно меняет меня изнутри. Это, видимо, записки, которые я здесь находил. Офигенно. Тут можно про всё, про всё прочитать. Даже, наверное, кто убил Кеннеди в конце будет написано. Судя по количеству этих всяких лычек и ярлычек. Остальный меч. Очень прекрасно. О, шмота-то сколько можно надевать. Это мне нравится. Это я одобряю. Но, к сожалению, на этом первый взгляд на игру. Как она там называет? Падшие лорды или лорды падших. Заканчивается. Пишите, что думаете в комментах. А я пойду подумаю, стоит ли проходить. Бля, 500 рублей я дал. Конечно, стоит. Кого я обманываю? Но просто где тут сохранение ещё? Немножко непонятно. Но я узнаю это, когда войду в игру второй раз. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал, если вам понравилось. Я от этого только веселее становлюсь. Так что не бойтесь меня разбаловать своими подписками. Ну и всё такое. Адьё.